Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. Меня зовут Рома Карпович, DJ Carp. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему закрылись легендарные красноярские клубы. Начнем сегодняшний наш разговор с шоу Азарт. Время работы 1993-1999. И что примечательно, шоу Азарт был первым по-настоящему ночным клубом. До этого все дискоидеки в городе Красноярске работали примерно с 9 до 11 часов вечера. Шоу Азарт стал первой площадкой, которой работал всю ночь. Ну, прямо скажем, не совсем всю ночь, до 4 часов утра. И что примечательно, и старинные клаберы это наверняка помнят. Каждая вечеринка заканчивалась одной и той же песней. Группа Queen, шоу Матгаон. Кроме того, все вечеринки начинались с образцово-постановочного номера в исполнении шоу-балета Азарт под песню группы Progress House of Pain. Кроме того, шоу Азарт стал первой по-настоящему огромной концертной площадкой коммерческой для проведения клубных концертов эстрадных звезд того времени. Вот некоторые из тех артистов, которые побывали в Азарте. Влад Сташевский, Иванушки Интернешнл, группа Блестящие, Руки Вверх, профессор Лебединский и Русский Размер и даже Якида была в Азарте. Что до этого времени в Красноярске, естественно, быть не могло, потому что все концертные площадки тогда ограничивались большим концертным залом. Кроме того, в Азарте впервые в Красноярской клубной истории диджекеи стали играть не стык в стык, как это было раньше на всех красноярских дискотеках, а начали треки сводить. Впервые именно в Азарте появились диджейские проигрыватели, пионеры 500, сдвоенные карманы Denon, техниксы, виниловые проигрыватели. И впервые в Красноярской клубной истории именно в Азарте стали ездить к нам в Красноярск на гастроли московские диджекии, такие Кослава Финист, диджей Сухов, диджей Смайл, Фонарь, Ник, Кор и многие другие. Кроме того, из Азарта вышли все современные известные медийные личности, рестораторы и бизнесмены. Очень многие тогда начинали свою карьеру именно в Азарте. Может быть, они были заняты в Азарте частично, может полностью. Тем не менее, именно с Азарта для многих началась профессиональная карьера. Но, тем не менее, давайте поговорим о причинах, почему такой большой, такой успешный клуб, который, кстати, находился на предмостной площади, в здании концерта-танцевального зала, почему же он все-таки закрылся? Одна из причин кроется в том, что Азарт находился в этом помещении на правах аренды. Соответственно, нельзя было что-то переделать, что-то перестроить и довести все до ума согласно тем требованиям, которые были на тот момент времени доступны. Общее состояние Азарта было, конечно, ужасным. Вот кто был, тот помнит. Это вот бетонный пол с гранитной такой мраморной крошечкой. Вот эти вот ужасные лестницы. Ужасные просто-напросто туалеты с дырками в полу. С кранами, из которых текла холодная вода. Отсутствие вентиляции. Зимой там было очень холодно, летом очень жарко. Кухня и вообще сервис были, ну, по современным меркам, в зачаточном состоянии, грубо говоря, примитивными. Кроме того, были большие проблемы с безопасностью. Зверствовала охрана. Постоянные драки, разборки, перестрелки, подрывы. Все это было в Азарте. Ну, собственно говоря, это были самый расцвет 90-х, что мы, собственно говоря, хотим. Следующая из причин, почему Азарт прекратил свое существование, это кризис 1998 года. Напомню, что тогда доллар резко подорожал в 4 раза. А так как вся российская экономика того времени была завязана именно на долларе, то покупательская способность у населения упала мгновенно. В 1997 году, за 2 года до закрытия Азарта, открылся второй, не менее значимый, ночной клуб Нирвана. И, естественно, вся самая солидная, самая гламурная, самая интересная публика ушла туда. И Азарт потихонечку, полигонечку стал доживать. Еще одна из причин, почему Азарт закрылся. Сейчас уже такого нет, но в те времена, как только наступало лето, наступали первые погожие деньки, народ массово уходил из ночных клубов и поселялся в придорожных, открытых летних кафе. Их и так и назвали, летники. Примитивные по сегодняшним меркам предприятия. Пластиковые столы, пластиковые стулья, живые музыканты. Из еды шашлык, помидор, лук и уксус. Но, тем не менее, публика была тогда еще не сильно избалованная. И, как только наступало лето, заведения просто-напросто опустели. Опустел и Азарт. Нормальная публика ушла в Нирвану. Плюс кризис, плюс жара, отсутствие вентиляции. И все это привело к тому, что в июне 1999 года Азарт прекратил свое существование. А уже в новогоднюю ночь 2000 года на его месте открылся новый клуб Планета Красноярск. Продолжение следует...